Вера 24 Вера 24 Вера 24 Если речь идет об взаимоотношениях с Богом, то там тоже нет финала. Там даже смерть невластна в этих отношениях. Потому что если физическая смерть сможет остановить людей на этой земле, то отношения с Богом, никакая смерть не поставит точку тем людям, которые однажды положили в свое сердце усилиться, найти, сделать свои отношения с Богом вечными. И для нас с вами народ Божий. Да благословит нас всех Господь долголетием, сибирским здоровьем и много-много всего чем. Вера 24 Главное, куда он бьет, кидает, бросает, роет, ищет, подкапывает против твоих отношений с Богом. Потому что он тоже понимает. Этот стратег, который уже тысячи лет искушает род человеческий. Чтобы сбить людей с узкого пути на путь широкий. Чтобы люди потеряли главное, для чего были рождены. Потому что Бог сказал, я сотворю человека по образу и подобию своему. Мы же с вами прекрасно понимаем, что речь не идет о видимом подобии. Что мы все стали похожи на Бога, сотворившего небо и землю, галактики. И все, все, все. Речь идет о духовном составляющем. Бог сотворил людей духовными. И только духовный может общаться с духовным. И Бог есть дух. И человек тоже духовен. Но мы потеряли свою духовность в Эдемском саду. Враг дьявол прельстил Адама и Еву, наших прародителей. Они через непослушание отступили от Господа. И передали власть над землей, над своей жизнью врагу дьяволу. И враг прельстил их. И поэтому на эту землю пришли проклятия. И болезни, и восстает брат на брата, и ложь, и коррупция, и обман, блудодеяние, нечистота, разные скверны, развращения. Все это последствия первородного греха. И любой, кто рождается на эту землю, он духовно мертв. Каждому нужно перерождение. Каждому нужна личная встреча с Богом. Чтобы тот духовный, который был предназначен общаться с Богом, он мог по-настоящему, как тот засохший цветок, чтобы Бог полил на него своей божественной водой. И неважно, в какой пустыне был бы этот цветок, это семя, оно воскресает. Дух человека воскресает. И через покаяние человек становится духовно рожденным навсегда. Бог дает такую привилегию родиться, чтобы строить отношения с Богом, чтобы жить с Богом, чтобы любить Богом. Давайте согласимся, братья и сестры, что если в наших отношениях с Богом все будет прекрасно, то во всех остальных сферах жизни, церковной, семейной, или отношения с ближними, тоже все будет прекрасно. А если отношения с Богом ужасны, или их просто нет, или они вымерли, высохли, то как бы ни пыталась структуры, психологи, уголовное или административное право, тюремные какие-то ограничения, или реабилитационные центры, или что-нибудь еще, что люди воспроизводят в своем менталитете на этой земле, чтобы помочь людям быть хорошими, все это дается с великим трудом и все равно приводит к разочарованию. Потому что, как говорили люди, и как говорила моя бабушка, он волк, он всегда смотрит в лес. И это наша природа. И когда множество прекрасных, хороших людей, которые благословенные, которые, как-то знаете, столько талантов, столько дыров, столько всего в их жизни хорошего, но какая-то зависимость, или наркомания, или алкоголизм, или что-то подобное ломает их жизнь. И они говорят, я не хочу больше так жить, но я не могу, я не могу противостоять этому греху. Он сильнее меня, он связывает меня, он атакует меня, моя рука опять тянется к запретному, глаза смотрят на непристойное, ноги бегут к чужому, не могу я, и потом человеку плохо, он словно раб, внутри все рвется на части, и ему самому, вот по отношению к самому себе ненависть, он ненавидит себя за это, что он опять предал отношения, опять предал семью, опять предал Бога, опять предал служение, бросил, исчез, потерялся. И человеку тяжело, и вот он в такой шизофрении живет, хорошее хочу, но не делаю, плохое не хочу, делаю. И он где-то просто, знаете, в таком мучении живет. Человек, который строит отношения с Богом, и он бережет эти отношения, это я не говорю, что у нас у всех все гладко бывает. Давайте согласимся, мы знаем Христа, мы знаем Дух Божий, нам дан Дух Божий, нам дано Божье Слово, нам дана возможность быть в церкви, чтобы слышать Писание, чтобы общаться с верующими, и это подкрепляет нас. Но даже при всех, при этих вспомогательных силах, и от таких великих, как Святой Дух, который является личностью, мы все равно, бывает, падаем, мы все равно, бывает, проигрываем. Но где-то нам легче встать, потому что есть кто-то, кто протянет руку, кто не осудит. Дух Святой обличит совесть. Слово Божье заговорит с нами, как только ты откроешь Священное Писание, обязательно открывай Священное Писание, и вновь это Слово оживляет тебя, и ты внутри плавишься, как свеча плавится, и ты признаешь греховность, признаешь слабость, признаешь сомнения, признаешь обидчивость, признаешь. И говоришь, и Бог приходит, чтобы исцелять, и Бог приходит, чтобы восстанавливать. Искаженное представление о Боге, когда многие думают, что Он только и желает кого-то наказать, как только Он и ждет, пока кто-то подскользнется на тех омских замерзших улицах духовной жизни, чтобы как-то нагреть сверху и сказать, я за тобой смотрю. Да Бог смотрит за нами, братья и сестры, но Он борется за нас. Бог не тот, который ищет, за что бы тебя укорить. Бог тот, который тебя любит, как Отец любит детей своих. И написано, как Отец Он милует своих детей. Вы знаете, что только о Боге сказано, что именно наш Бог, Бог человека, любилый. Вы знаете, что это за чувство, когда вы проявляете любовь, нежность и заботу кому-то? Как вам прекрасно в душе. Это тот отголосок, это то отображение, то зеркальное отображение божественной природы в вас. Через рождение свыше пребывания Святого Духа в вашем сердце. Вот так Бог заботится о вас. Он борется за вас. И когда вы падаете, Он простирает к вам свою руку. Он защищает вас, отгоняете хищников, бесов, которые уже своими проклятыми зубами лязгают, чтобы разорвать остатки вашей жизни. А Бог защищает вас. Он борется за вас до конца. И не дай Бог, кто-нибудь скажет, я не хочу идти Божьим путем. Лучше уж каяться и плакать и говорить, помоги мне Господь. И как помните того грешника на богослужении, который пришел к фарисеям, вместе фарисей говорил, слава Богу, я не такой, как тот мытарь. А мытарь говорил, бия себя в грудь. И что он? Прости меня, Господи. И он признавал свою греховность. Кто же пошел более оправданным с того богослужения? Вот это мытарь, который в своих глазах был недостоин абсолютно ничего принять от великого Бога. Но великий Бог как раз и сказал ему, я даю тебе новое начало. Ты уйдешь оправданным с этого служения, потому что ты не согласился со своими греховными падениями. Я простираю к тебе руку своего благоволения. И мы знаем с вами, что значит падать, но мы знаем с вами, что значит и вставать. Мы знаем с вами, что значит проигрывать в своих глазах, сдаваться, падать под этот запинающий грех. Но мы с вами знаем, что такое божественная, незаслуженная любовь и милость, которая как река льется в твою жизнь. Вот лично для меня мне давало больше покаяния и вновь поднимало меня, когда я до слез был разрываем внутри своей совести о величии Бога. Когда я знал, что я не достоин его милости, и я знал, что я не достоин его опеки и заботы, потому что я что-то допустил в мыслях, поступил не так, что-то ляпнул не то, и я понимал, я виновен. Но вдруг я реально видел, как Божий почерк продолжает писать в моей душе, в обстоятельствах моей жизни, когда мне Бог говорил, сын мой, я по-прежнему с тобой. Это не значит, что Бог соглашался с моими компромиссами, нет. Но Бог говорил, я выше, моя любовь выше твоих компромиссов. И вот когда я вдруг осознавал, что его отношение ко мне, оно по-прежнему такое же в любви, я плакал и каялся. Я говорил, какой же ты великий. Я в этот момент ожидал, что, наверное, молния с неба придет и разнесет меня на части, и я был бы этого достоин. А ты дал мне луч света. А ты освежил меня каким-то свежим прекрасным ветерком, который словно как обнял меня. И я понимал, я недостойно, а ты так со мной поступил. Господи. И именно вот это состояние приводило в меня в какое-то удивительное покаяние. Удивительное покаяние, которое просто разрывало мою душу, именно созидая ее вновь. Прошлое греховное уходило. Мне уже не хотелось. Было мерзко грешить. Было мерзко сомневаться в Боге. Было мерзко думать о людях плохо. Было мерзко жадничать в своей душе. Тебе захотелось раздать себя на всего. Потому что тот, кому ты принадлежишь, он с тобой, он поступает точно так же. А все это построено на отношениях. Все это построено на отношениях. И сегодня, когда я проповедую проповедь, я назвал ее именно таким образом. Внимание важнее темы нет. Или как построить свои взаимоотношения с Богом. И в момент, когда мы передаем послание каждое утро здесь, выходя в эфир в 12 часов, конечно, нам дано ограниченное время, всего лишь 28 минут, чтобы поговорить с вами, дорогие братья и сестры. И, конечно же, невозможно иногда бывает выразить полностью мысль. Иногда проповеди бывают из нескольких серий проповедей. И мне очень хочется сказать вам, пожалуйста, присоединитесь к нашей церкви на YouTube. И когда заканчивается трансляция, переключайтесь, чтобы вновь и вновь прибыть в слове «вместе». И если это серия проповедей, посмотреть несколько проповедей подряд, чтобы до конца увидеть мысли. Потому что мы будем говорить с вами об отношениях с Богом, об отношениях с церковью, об отношениях в семье, об отношениях с ближним. И это такой багаж благодати, который нам надо пересмотреть не на уровне разума, а пересмотреть на уровне души своей, сердца своего, решений своих, чтобы быть благословенными до конца и для других людей в том числе. Ну аминь или нет, рогоцаны. Отношения – это ответ на все. И именно здесь мы видим, что Христос, когда открывает себя людям, Он говорит о отношениях своих с церковью. Это прообраз отношения Бога и человека, отношения мужа и жены. Но слава Богу за счастливые семьи, правда? Слава Богу за улыбчивых жен, за довольных и благословенных мужей, за прекрасных деток, которые чувствуют безопасность, надежность и стабильность в своей семье. Со многими людьми мне пришлось поговорить в этом ушедшем году. И огромная статистика деток, которые воспитываются в семьях неполных, где нету папы. Преимущественно вот нету отца, они в основном с мамами. В некоторых семьях было наоборот, но процент намного меньше. И Бог определил вот эту полноту любви, чтобы сформировала душу молодого человека, дитя, ребеночка, чтобы вот эта любовь, как два потока созидающих, она втекала. Это мужская, отцовская, крепкая, надежная и материнская, нежная-нежная, чистая-чистая, святая-святая. И вот это все формирует ребенка. Мы должны бороться за отношения в семьях. Отношения в семье, мы же с вами прекрасно понимаем, что они, конечно, бывают разными. Кто помнит свой медовый месяц? Медовый месяц, медовый месяц, о, великий Господь, аллилуйя. Пусть вся жизнь будет медовым месяцем, правда? Но реальность-то не такая. Медовый месяц, вот он, вот он, вот он, и раз! И закончился месяц медовый. И начался тернистый путь. И ты понимаешь, что если стойте, стойте. Я так не верил. Я верил, что все будет вот настолько нежно, красиво, прекрасно, беззаботно, безработно. Все будет вот так вот, чтобы мы только с женой, и только вдвоем. И море плещется, и нежный бриз, знаете, омолаживает твое лицо. И сердце бьется, и цветочки цветут. И подарочки на карточку падают. И все-все-все рядом. Но потом наступает реальность. И слова апостола Павла, который говорил, будете иметь скорбь. Это как гром среди ясного неба разрезал твою счастливую жизнь до медового и после медового. И ты понимаешь, Боже, хочу вернуться в прошлое. И многие люди, когда было общение, когда было не просто пища, подарки, а когда был коннект глаза в глаза. Послушайте, вы знаете, совсем недавно я видел такую прекрасную семью. Им было больше 90 лет. Они шли по улочке вместе. И они переходили дорогу. И я тут рядышком тоже рядом с ними, рядом с ними, думал, ну если вдруг они свернут куда-нибудь туда. Ну потому что, как бы, ну уже сильно они взрослые были. Но знаете, они шли за руки. И вот они все медленно-медленно, уже красненький загорелся, уже все перебежали. Они так чуть-чуть-чуть идут, идут. И я рядышком с ними, думаю, все автомобилисты стояли, ждали. Потому что это такая картина. Это такое наслаждение видеть людей, которым много-много лет. Которым плюс, если прибавить, и его жизнь, и ее жизнь почти по 200 лет получится. Они за ручку идут, нога в ногу, медленно, но уверенно вместе. А почему? Неужели секрет только в том, что она хорошо ему готовила, и он крепко спал, и ее не трогал? Неужели только потому, что был хороший дом, крыша над головой, финансы и все? Давайте согласимся, что есть много семей, которые финансово не так сильно стоят на ногах. Но они счастливы, они способны общаться друг с другом. Что нужно нашим драгоценным женам или нашим преимущественным? Может быть не всем, есть разные сестры, которые сформированы по-разному, и бывает так, что ей поговорить-то оно и не надо. Но преимущество 99,9,9 женщина всегда любит. Но почему-то так, после грехопадения опало, что преимущественно мужчины мало как бы говорят с ними. И вот это сбой происходит. И когда, представьте себе, происходит вот этот коннект, когда и у нее большие, и у него способность, и вот так вот они, любовь, общение. Может быть уже не так много покушать есть. Может быть не всегда новая одежда. Может быть не всегда что-то там с бытом хорошо налажено. Но когда есть душевный разговор от сердца к сердцу, такие семьи очень крепкие. А многие богатые, много, все есть. А знаете чего нет? Дружбы нет. Душевности нет. Вот этой связки нет. Поэтому богатые, они часто плачут. И крепко плачут. А представьте себе, как Бог, Он не хочет, чтобы народ Божий жил в нищете. Ну аминь или нет? Ну аминь или нет? Сибиряки. Бог не хочет, чтобы мы жили в нищете. И дети наши в нищете. И вот этот тандем божественного соединения, когда Бог хочет дать нам финансы, но Он не ставит это в первую задачу. Он хочет дать нам правильное, чуткое, общительное сердце, построенное на отношениях. И сверху еще материальное благословение. И когда богатый человек становится, если у него есть этот стержень общительности, вспомните, Писание говорит, богатых увещевай в веке этом, чтобы они были общительны. Потому что, представьте себе, если он не общительный, а гордец, еще финансы пришли, он вообще ни с кем не разговаривает. Он смотрит на всех свысока. И он абсолютно, знаете, ему не сильно-то, это всего лишь люди, вы понимаете. А это я. Я приводил пример на последнем ХБК, христианском бизнес-клубе, об одной истории в моей жизни, когда я проповедовал в одной церкви за океаном, проповедовал Слово Божье, проповедовал, аллилуйя. И, знаете, только закончилось служение, еще должен был быть один псалом, и один там влиятельный, богатый человек схватил меня уже, а мы должны были с ним потом где-то пообедать, поужинать, и что-то еще он меня схватил, и он меня шепчет в ухо и говорит, бежим. Но что такое для бедного проповедника после воскресного богослужения в какой-то заокеанской церкви бежим? Не надо сейчас бежать, надо как раз остаться. А! Вдруг кто-то подойдет и своей богатой рукою кинет тебе внимание, скажет, хорошо проповедовал, передай жене вот конверты, цветок, благословения, счастья, просто привет в конце концов, тоже нормально. А он мне говорит, бежим. Ну и вдруг у меня такая мысль, может быть, ну а он, знаете, приехал на большом белом джипе, такой американский джип там, ну сильно большой, крепкий, сильный. И я уже не слушаю никого, бегу за ним и думаю, ну может быть, за ним побегу и хоть что-нибудь куда-нибудь прибегу, к какому-нибудь благословению. И он привез меня на ужин, я говорю, а что ты бежишь-то? Что за привычка у людей бежать после воскресного богослужения? Надо же общаться! Я за хорошую, бескорыстную мотивацию, общаться надо. И когда мне Бог учил не ожидать от людей, и очень хорошо, кстати, научил на примере вот этого бежим-бежим, потому что мы с ним поужинали, он похлопал мне по плечу, знаете, так. Молодец, ты настоящий помазанник, ты служитель Божий, дай-дай мясо, давай, дай-дай вот это. Пусть тебя Бог благословит, молодец. Я думал, хоть бы дал бы мне хоть три доллара, знаешь, хоть как-то билеты хоть оплатить, что ли, чтобы жене хоть конфет привезти, молодец, дай-дай мясо, с собой ему заверните еще, вот это пусть он это возьмет. Я подумал, за людьми с тех пор я не бегаю. Бегать надо за Богом. И тот, кто утром идет к нему на отношения, тот всегда с Господом в течение дня, а кто для Бога утром не ходит, тот в течение дня его не догонит. И он мне говорит, да все там, вот сейчас собрание закончится, один пойдет деньги меня занимать, другой придет, скажет, не мог отдать те, которые занял. Я так встал от людей. Я сижу кушаю голодным своими губами и думаю, конечно, рассказывай, рассказывай, вы на таком великом уровне, вы бегаете от людей. И вдруг я понял, к людям надо бежать бескорыстным сердцем, не ожидая ничего. Людей надо просто любить. Они тебя научат любить бескорыстно. Это да и аминь. Но знаешь, я хочу тебе еще сказать, что Бог, вот по отношению к тебе, Божий человек, Он делает все возможное, чтобы дать тебе благословение, насытить тебя, накормить тебя. И очень часто Бог не ожидает взаимного спасибо, потому что Он их не получает от людей. Вот когда нас припекло, поджало, зажало, мы бежим к нему. Дай, скажу спасибо, все. И Бог дает. И отлегло, отступило. Но мы опять уходим от Него. У кого из вас животные есть в семье? Есть кошка, собака, кто-нибудь есть? Много, да? Правда, хорошая возможность выражения любви, да? Скажите, кто вот отличается кошке с собаками, нет? По характеру, по менталитету, по призванию, отличаются или нет? Очень отличаются. Вот у меня есть и кошка, и собака. Вы знаете, кошка ко мне забралась в машину сама, когда был сильный гром, маленький котеночек, бахал всю ночь, я практически не спал всю ночь. И утром, когда я поехал в церковь, и я приехал сюда, и слышу такой шум из-под моей машины идет. Кто-то кричит, как в последний раз. Я подумал, кто? И я посмотрел, и там в моем бампере залез маленький котенок. Вы помните, Сергей Владимирович, мы его спасали оттуда, да? Отмыли, отбрили, отчистили. Такой красавчик. Я думал, мальчик оказалась девочка. Назвали Мила. Прекрасная, пушистенькая, красивенькая. Она нас сама нашла, она сама нас выбрала. Хочу вам сообщить, эта дама живет с нами уже два года. Я никогда не помню, чтобы она смотрела мне в глаза. Единственное, чуть-чуть она, знаете, утром она вот так вот выйдет, знаете. Эй, вот холодильник, вот я мысль понял. Это максимум. Это все. И ты бежишь к холодильнику, достаешь кусочек какой-нибудь колбаски, и ты сбрасываешь ей, и она как бы, я скоро вернусь, знаешь. И так каждое утро. И потом каждый обед, если ты дома, или даже вечер, если ты появился. Но по-другому нет. Но знаете, у меня еще есть собака. Вот это удивительное создание. Они абсолютно разные. Любить надо и тех, и других. Бог показывает на этой природном животном мире, что есть разные подачи, разные площадки, разная почва воздаяния. И вот собака, это другое. Это просто космос. И кормил ты ее, или не кормил ты ее, и заботился ты, или не успел, или что-то еще. Она всегда счастлива видит тебя. Она бежит, сломя голову. Ее хвост разносит все вокруг. Она смотрит тебе в глаза. В этот же самый момент кошка сидит рядом, и не понимает, что ты пляшешь. Это всего лишь источник, да покушать и поесть. Все, но собака, она по-другому смотрит. Она говорит, ты ничего не понимаешь своим кошачьим умом. Это мой хозяин, это мой друг, да я за него. Посмотри у меня. И вы знаете, и тогда даже для человека душа расцветает. Ты понимаешь, что ты нужен, тебя ждут, тебя благословат. Понятно, что не надо там как бы противопоставлять, что да, моя собака счастливее меня встречает, чем моя жена. Пастор, помоги мне, что же делать. Но знаешь, не надо противопоставлять, не надо. Бывает по-разному. Но в конечном итоге, мне хочется сказать, что тебя всегда ждет Бог. И вот осталась последняя секунда. Мы любим вас, дорогие. Спасибо, что были с нами. А мы продолжаем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok